Здравствуйте, друзья, здравствуйте, зрители телеканала Daily Europe Online. У меня в гостях Андрей Васильевич Ермолаев, известный украинский эксперт, в прошлом директор Института стратегических исследований при президенте Украины. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Здравствуйте, Михаил, и приветствую всех наших зрителей. Андрей Васильевич, на этой неделе произошли интересные события в Грузии. Напомню, в Грузии во втором числе они были приняты закон об иноагентах. Но больше всего, на мой взгляд, там интересно то, что вновь на политической сцене возник Бензин Иванишвили, известный грузинский предприниматель, в прошлом российский предприниматель, который, очевидно, выступил тараном принятия этого законопроекта и взял на себя всю политическую ответственность за будущее Грузии. Очевидно, что грузинская мечта, как любая партия власти, она не монолитна. И, конечно, участие самого Иванишвили, по сути, сжигает мосты назад. То есть понятно, что Иванишвили, как Владимир Ильич, так вот он обрубает концы назад. Самый главный посыл Иванишвили о том, что есть некая мировая закулиса, партия войны, которая втравила Грузию войну, втравила Украину войну, и сейчас хочет открыть второй фронт, в котором должна принять участие Грузия. Но мы не дадимся, имею в виду, не дастся Грузия, по словам Иванишвили. Пикантность у этой истории в том, что Иванишвили обещает Грузии интеграцию Европейского союза к 30-му году. При этом те организации, которые финансируются международными донорами, читая европейскими донорами, они признаются в Грузии иностранными агентами. То есть, по сути, они стигматизируются, как враги народа. Вот такая зарисовка событий в Грузии. Как вы оцениваете то, что происходит в Грузии? И, собственно, точку зрения господина Иванишвили, который усматривает в происходящем роль мировой закулис. Какая-то говоря, со стороны сложно судить о всех деталях. Вряд ли я могу быть таким глубоким экспертом во всех перепятиях грузинских событий. Наверное, не совсем по адресу. Но я бы обозначил два аспекта, которые, на мой взгляд, стоит просто учитывать. Первое – это очень динамичное изменение самой ситуации на Большом Кавказе. Это связано и с Азербайджано-армянскими отношениями, которые в состоянии постоянной подзагрузки. Вроде бы есть уже формат урегулирования, и вместе с тем периодически происходят вспышки. И выход российских вооруженных сил, миротворческих, из территории, за которой они брали ответственность в ходе Карабахского конфликта. Поэтому, на мой взгляд, сейчас вокруг Большого Кавказа разносит нешуточная игра больших игроков. Я, честно говоря, не назвал бы это закулисьем, потому что немножко странно подозревать крупных игроков с откровенными интересами иметь своих, условно говоря, спарринг-партнёров по региону. Учитывая, ну и вообще, несомненно, один из самых интересных и важных мировых регионов. Это безлистие этим странам из тысячелетней истории, большим значением и географическим, и геополитическим. Да и в судьбе вообще вот этой большой части Кавказа и этой части Азии, я, наверное, не открою тайны, да, каждая из государств Кавказа и малых народов имеет очень сложные такие, как в кубике-рубике, взаимоотношения тонкие нити с большим количеством государств и территорий, которые окружают Кавказ. Ну, чего стоит только у себя, например, Армении. Азербайджан, большая часть земляков, которые, точнее, как правильно сказать, да, соотечественников проживают вообще в соседнем государстве, тоже в непростой ситуации. Поэтому там и прямые интересы Турции, которая мечтает о тюрском мире, там прямые интересы России, которая традиционно считала этот регион сферой своих прямых интересов и саталитарные взаимоотношения были характерны для России все эти века. Несомненные интересы Европы и Старой, и уже Евросоюза как субъекта. Вот я думаю, сквозь эту призму стоит рассматривать и внутренние процессы, внутренне-внешние. Тут я не вижу за кулисы, я вижу большую трех за влияние. Сейчас, в данном случае, на Грузию. Но вот второй аспект, я его только обозначу, потому что претендовать на глубину не в состоянии, я не занимался глубоко общей грузинской современной политической историей. Но тот факт, что целый ряд постсоветских государств, даже и название устарело все-таки, сколько лет прошло, государств, которые утверждаются после развала бывшей единой советской системы, они не выходят из состояния некой внутренней такой социальной, экономической и политической турбулентности. С чем бы я это связал? Кстати говоря, в этом числе и Украина. То есть, если мы говорим, что общего между Грузией и Украиной, только не в смысле похожести признаков, а по сути дела. У нас есть один порочный корень. К сожалению, за эти десятилетия эти государства не справились с задачей сформирования эффективной, сбалансированной экономической и социальной системы. Будучи в свое время в очень сложном внутреннем большом разделении труда и внутрисоветской миграции, вот сколько лет проходит, какой-то сбалансированной, устойчивой модели, в которой были бы и национальные интересы, и уключенность международного разделения труда, так и не было создано. Все какими-то рывками и мазками. Отсюда и постоянно внутренняя стабильность, появление политических спасителей, мессианство. Кстати, тоже характерная черта таких ситуаций. Каждый новый политический лидер, подхватывая нерешенные проблемы, выступает в роли мессии. В Анишвиле, в данном случае, очень похож в плане поведения, значит, и гротеская, с радикальными решениями, со многими украинскими политиками. У нас что не лидер, то радикальная программа переделать все. Поэтому я думаю, что если в первом аспекте, это несомненно часть большой, даже не геополитики, глобалитики, глобалитической конкуренции за Большой Кавказ, где, учитывая некую сейчас обособленность грузино-армянского блока проблем, Грузия вышла на первое место, а почвой стала вот эта непрекращающаяся турбулентность. И мой прогноз в отношении, если не вдаваться в детали, мы сейчас с вами не будем разбирать по запчастям название партии, кто там с кем связан, кто кого профинансировал, а если мы будем говорить по сути дела, к сожалению, без включения Грузии в какой-то более сложный и стабилизирующий комплекс долгосрочных экономических отношений, может быть, это был бы Евросоюз. Турбулентность будет продолжаться. Именно потому, что она носит системный характер. То есть, тонут, арестовываются, разоблачаются. Одни миссии, тут же на смену приходят на те же проблемы, а другие. Мы это видим, как даже стало модно среди наших коллег, говорить о карнавальности процесса. Ну да, так как сюжет не завершается, возникают новые герои, новые, значит, акторы. Вот, вот, вот твое мнение. Глубже, пожалуй, не смогу в деталях. Андрей Васильевич, вы знаете, ну, есть, скажем, такое примитивное понимание светской медицины, которая, в общем-то, была достаточно неплохой, хотя бы с точки зрения подготовки врачей. Но вот есть такое примитивное народное понимание, что вот зеленка была на все случаи жизни. Так вот, у меня такое впечатление, у меня йод, у меня такое впечатление, что вот на все случаи жизни европейская интеграция как раз заменяет йод и зеленку. То есть, когда мы говорим о том, что сделать так, чтобы наступил рай на земле, сразу вспоминается европейская интеграция. Но я честно... Я не согласен. Вот вы имеете в виду, я не согласен. Потому что я, когда говорю о евроинтеграции, я говорю не о мечтаниях, о стандартах. Я говорю о том, что Евросоюз сейчас это живая, открытая система, которая переживает, ну, свои сложности, связана с некоторой замедленностью, то, что называют экономисты, структурной реформы. Об этом очень хорошо сейчас и ярко говорит, и пишет Макрон. А то, что мы допустили доиндустриализацию, потому что понадеялись на новый баланс сил, да, вот еще прошлого времени. Но я почему бы подкрытый, потому что, вот чем интересна и привлекательна многим европейская система, чаще обращают внимание на какие-то меркантильные характеристики. Дорогой рынок, там высокие стандарты, правовая база отличная, значит, кредитное пространство мощное, нужно зайти, и ты можешь работать с дешевыми, длинными деньгами. Но я обращаю внимание на другое, на политэкономическую сторону дела. В чем преимущество? И, кстати говоря, до конца действительно нереализованное, Макрон тут право. Евросоюз, развиваясь, особенно секторально, может себе позволить включать не просто страны-члены с какими-то льготами, а может включать целые сегменты для создания новых комплексов, и территориально, и производственно, и финансово-экономически, потому что он развивачивается как система. Поэтому страны, которые хотят стать членами, если мы говорим, да, какая задача? Задача любого кандидата, кроме, совершенно право, в плане универсальной зеленки, рассказывал, как там хорошо, это для обывателя, но они должны исходить из того, какими структурными элементами под отраслями или кластерами ваша система может легко и с минимальными потерями войти в растущую систему. Смотрите, Андрей, сейчас это работает. Financial Times опубликовала статью, поскольку исполнилось 20 лет с момента большого решения Европейского Союза, интересная статья, в которой, собственно, доказано, что все страны вошедшие тогда в Европейский Союз, они выросли, их ВВП в абсолютных числах выросло ровно в два раза за прошедшие 20 лет, то есть они сократили дистанцию с западноевропейскими государствами, а Литва утроила свое ВВП за прошедшие 20 лет. Это хорошие результаты, безусловно, это политика выравнивания Европейского Союза и так далее, то есть в Европейском Союзе действительно есть очень много хорошего. Безусловно, я просто что хочу сказать, и вот я вам передам слово, безусловно, вот я всегда был сторонником евроатлантической интеграции Украины, НАТО, Европейский Союз, но я в последнее время, при том, что остаюсь убежденным сторонником Европейского Союза, я задаюсь вопросом, собственно, в каком временном горизонте нас готовы принять Европейский Союз. например, господин Алексей Аристоевич, ссылаясь на определенные западные публикации, которые, безусловно, есть, и я их часто встречаю, вот он считает, что Европейский Союз, мягко скажем, решение еще не принято, не принял. Я, когда услышал этот господин Аристоевич, я уснуть не мог, поскольку мне казалось, что уже, в принципе, это дело решенное. Вот как вы считаете, можем ли мы рассматривать что-то как универсальный рецепт, если это еще не решенное дело? Меня с вами, знаете, почему интересно говорить? Потому что вы, когда задаете вопрос, вы тут же даете варианты ответов, одному даже даете предпочтение. Но это хорошо, потому что я тогда знаю вашу позицию. Я вообще рассуждаю не так, и уж тем более не как господин Аристоевич. Вот точно не так. На самом деле при принятии решения о том, что нужно нам, нас в меньшей степени на этом этапе должны заботить о чего там сейчас говорят. Они говорить могут что угодно. Они могут вообще не планировать или обещать 10 лет, или обещать завтрашний день. Наша задача, если это наш выбор, я сейчас говорю не о высоких материях, а наш выбор прагматичный. В какой системе у нас развернутся наши возможности? Где расцветет наша экономика? Где мы повысим качество и уровень социального и человеческого капитала? Ну, то есть, то, что связано с нашим управлением. И в этом отношении европейское пространство это действительно одно из самых перспективных, хорошо организованных и дающих стимулы. Но для того, чтобы это рассчитать, вот я приведу такой сначала образный пример. Если, может, вы... Ну, у меня еще со школы был опыт и туризма. Увлекались мы и спортом, я занимался легкой атлетикой. Это одна специфическая сфера. А вот сфера туризма всегда новые команды, которые формируются, да, вот когда начинают, значит, так складывается, что все воспринимают друг друга, ну, как равных и примерно одинаковых. С навыками, возможностями. Но любой практический поход или какой-то хочет смотреть проект, он предполагает, хотите вы об этом думать или договариваться или нет. Начало специализации. В самом широком смысле, да. От разведки местности до костра ответственности за него, палатки, быт, ну, и так далее, и так далее. А это разделение, оно не всегда психологически комфортно. Но кто думал на старте, уходя или собираясь, что он будет, например, ответственен за кухню. Он же думал, что он будет один из главных. Вот что-то подобное сейчас происходит в Евросоюзе. Хотя уже сколько лет прошло, но у многих стран были равновесные, даже некоторые отрасли были частью культуры и традиций, ну, например, значение сельского хозяйства, агропромышленного комплекса во Франции, да, это же и часть уклада. Я же не говорю о специализации, культурах, но оказывается, что в этом большом европейском походе вольно-невольно надо договариваться, кому развивать дальше все елую ставку на это, а кому постепенно отказываться. Знаете, как это больно? Это, пример, примитивный, но так вот, я говорю о том, что готовясь и заявляя о евроинтеграции, нужно, во-первых, самим определиться, адекватно определиться, какие сектора экономические, возможно, развитые, может, еще доразвивать, будут наиболее привлекательны и замкнут внимание, позволят перейти от разговора о ценности к интересам, а интересы ускоряют ценности, делают их более горящими. Заметьте, что в Украине была такая попытка совсем недавно, кстати, ее недооценили немножко, крупный бизнес, когда уже речь зашла о разработках и, ну, таком прагматичном участии в европейских секторальных программах, увлекся идеей той части зеленой экономики, которая связана с зеленым водородом. Целый ряд крупных структур, вот это практическая сторона, и она моментально получила поддержку, у нас и целый ряд компаний даже имеют уже контракты на поставку из зеленого биогаза, ну, потому что он производится по тем технологиям, которые соответствуют новым стандартам зеленой экономики. Так вот, это просто локальный пример того, как на самом деле ускоряется интеграция и переговоры, и ускоряется политическое решение. Но я обязан сделать оговорку, вы, наверное, неоднократно слышали в моих эфирах, и для меня это принципиально важно, совершенно контроверсийный тезис, что Украине сейчас нужно предполагать все дипломатические и интеллектуальные усилия, я за интеллектуальную дипломатию, для того, чтобы убедить Евросоюз, а особенно будущий состав Евросоюзской власти, Европарламент, будущую Еврокомиссию состав, что Украина может претендовать сейчас на нестандартную, ускоренную процедуру членства, возможно, с принятием одновременно программы длинной адаптации. Мы можем на это пойти, потому что мы в особенном положении, мы в войне. У нас на первом месте сейчас не энергетика с биогазом, у нас на первом месте европейская дипломатия, но в отношении всех остальных вот я подход этот объяснил. Андрей Васильевич, вот у нас с вами есть один коллега, умудренный опытом, очень известный коллега, так вот он в каждом своем эфире он пробросом говорит следующую фразу. Вот я всю свою жизнь консультирую топовых политиков, премьер-министров, мэров городов, президентов. И вот я как консультант в области технологии, политехнологии, я как консультант, если бы меня в офис президента позвали и обратились ко мне по имени Владимир Александрович, вот чтобы я тут идет имя мог бы посоветовать, естественно, тут же выдает наш коллега свои очень интересные советы. Один, кстати, полезнее другого, скажу откровенно. Вот, понимаете, я, например, я, например, ну, сейчас вы поймете, да, вот я, например, более скромный человек, но тоже с большим удовольствием работал бы вот у Владимира Александровича, у всех президента, советовал бы, советовал бы, советовал бы, советовал бы, Владимиру Александровичу с большим удовольствием, только, знаете, в чем есть одна проблема? Никто не нуждается в моих советах. Я подозреваю, что не только в моих, но и в советах того человека, который на полном серьезе постоянно из передачи в передачу поэтому говорит. Я к чему привел этот пример? Вот если я, например, вот там буду жить идеей, что один раз я буду нужен Владимиру Александровичу, там в какой-то момент, ну, мне элементарно ничего будет есть, потому что возникнет вопрос, а ты, дружок, вообще работаешь, либо ты живешь мечтой? Также точно и здесь, вот возьмем Азербайджан, выходит президент Алиев говорит, Турция 50 лет, кандидат на выступление в Европейский Союз, мы это понимаем, мы знаем по какой причине, мы поэтому не акселерируем этот вопрос, если Турция будет вступать, мы тоже пойдем вместе с Турцией. Но это позиция мне. А ну-ка объясните мне, вы так часто говорите об изображении, а почему Турция заявляет и не вступает? Вы знаете, сейчас Турция не хочет вступать, на каком-то этапе Турцию просто не принимали Европейский Союз, просто потому что есть определенные предубеждения религиозного характера. Но я другое хочу спросить, вот еще раз, еще раз, вот есть, вот Алексей Ристоевич, вот он высказал некую позицию в отношении, ну, скажем так, к тому, что финальное решение еще не принято. Я очень хочу, чтобы Украина вступила в Европейский Союз Дети это, да, вот у любого государства абсолютно современно на то и есть Think Tank, и чтобы перед глазами всегда было 10 планов на все случаи жизни. Ой, Хэлт, вы, как бы вам это, ну, наш откровенный разговор, мы позволяем себе всякие субъективности. Вы затрагиваете серьезные вопросы, а говорим мы, ну, как-то странно. У меня есть ответы на все вопросы, которые вы поставили, на все. Тем более, что уж чем-чем, а этим, этой темой, особенно учитывая целый проект, который мы реализовывали благодаря Институту статистических исследований, связанный с Европейским конвентом Украины и Евросоюз, это был проект, который делся три года, и он состоял из огромного количества специализированных мероприятий с выработкой документов, мы разрабатывали рекомендации, связанной с политикой евроинтеграции в Украине. То есть, не бла-бла, там и в телевизорах, вот это большой пакет документов был. Так вот, я вам скажу так, что, почему я поеверничал по поводу Турции, потому что есть, конечно, аспекты исторические, религиозные, это все присутствует, все евро. Есть один момент, Турция использовала тему евроинтеграции как инструмент самоутверждения и даже в каком-то смысле шантажа, не собираясь вступать. Это мое утверждение, потому что по многим признакам того, как формировалась реальная экономическая, а теперь уже социокультурная структура новой Турции, это признаки развития самодостаточного такого, ну, мега-суверенитета. Ну, мега, потому что, судя по всему, Турция не будет останавливаться в тех корнисах, как она себя мыслит. Недаром инициатива Турский мир и объединение тюркских народов пока, ну, в сфере дипломатии, культурных отношений, но это все будет толкаться и дальше. И уж точно отношение к Евросоюзу как к политическому союзу это не имеет. Но у Украины другая беда. Кстати, может быть, это беда и у ряда наших кавказских республик. Во власть постоянно с какого-то момента приходят люди из конкретного бизнеса, вот конкретно буквально распальцовку можно делать, для которых они подхватывают Турику, кстати, иногда подслушивая консультантов, которые учат их говорить всего лишь, как правильно сказать, инициатива и прочий бред. В сухом остатке рассматривают власть просто как инструмент ну хотя бы на полшага продвинуть свой интерес. Курицу во Франции продать, зерно затащить в Польшу и так далее. Я это утверждаю, потому что даже по состоянию на 2012 год, 2013 мы выходили уже на Вильнюсский саммит, и это правда жизни, к сожалению. Янукович, несмотря на то, что сыграл демоническую роль в 2013-2014 году, я неоднократно говорил о своем отношении к нему и его поступкам, но тем не менее, все-таки он был мощным лоббистом, наверное, один из самых сильных лоббистов по принятию возможных политических решений Евросоюза. Это признавали даже критики из национально-демократического лагеря. Но он же, он не в состоянии был патронировать и вникать в то, как велась работа. А я вам рассказываю, как велась работа. Наши дипломаты, представлявшие Украину в Евросоюзе, и послы, и посол Украины в Евросоюзе, в кулуарах открытых говорили, ребята, вы валите евроинтеграцию, потому что те документы, а это огромный пакет документов, согласующих интересы наших отраслей, наших, скажем, бизнес-секторов с европейскими требованиями, мы проваливаем. Потому что серьезные работы на государственном уровне, которая должна была бы составить, вот так же, как мы конвент в институте или в экспертном кругу, правительство обязано было работать с группами бизнесменов, отраслей, борясь за каждое евро, за каждый процент. Это было провалено, и по факту, когда мы получили, а европейцам все равно, они выставили требования, видя, что украинцы занимаются только своим мелким частным, не рассматривают это как комплекс. В сухом остатке это привело к тому, что документы и правда были, скажем так, крайне сомнительными, с точки зрения украинской выгоды, это правда жизни. И когда это проявилось, ну, это было политически паническое состояние. Так вот, виноваты в этом как раз те чиновники и политики, которые, начиная с 98-го года, валом шли из бизнеса во власть, не занимались и не были компетентны в области сложных международных отношений и крупных региональных интеграций, на консультантов смотрели, только как на подсказчиков правильных слов. И было большое политическое продвижение к ассоциации, это правда, политическое, политическое, но была провалена практическая работа. Когда за это взялись экономисты, они дали грустные либо пересматривать. Так вот, трагедия этого года состояла в том, что действительно, когда это все проявилось, возникла точка бифуркации, ну, а все остальное вы знаете. Смотрите. Это я веду к тому, что по моим наблюдениям, особенно то, что мы наблюдали за эти полгода в агросекторе, говорит о том, что и эти, те, кто сейчас у власти, нифига не делают. Потому что секторальная интеграция как основа как основа вхождения Украины в европейское пространство, которое политически оформляется, как наше членство, это скучная, часто даже бухгалтерско-маркетингово-менеджерская работа, потому что нужно прорабатывать, согласовывать директивы, брать на себя обязательства по адаптации нормы законодательства стандарта, но вот обратно лоббировать свое. А здесь у нас часто конь не валяется. Андрей Васильевич, я вот просто здесь... Вот мой спич. Да, смотрите, я задаюсь логическим следующим вопросом. Вот есть, например, университеты Лиги Плюща в Соединенных Штатах Америки. Очень сырые в этом плане. Есть университеты Лиги Плюща. Вот возьмем, условно говоря, Стэнфордский университет, это крутой университет, второй по рейтингу Times Higher Education, ну, третий университет, они делят с Оксфордским, Кембриджским, Гарвардом, и вот Стэнфорд, они делят и Принстон, первую пятерку университета в мире. И, безусловно, когда ты Гарвард, либо ты Принстон, у тебя есть некая своя стратегия развития, некое свое конкурентное поле и, опять же, некая своя стратегия развития. И было бы странно, если завтра выйдет представитель Гарвардского университета и скажет, что мы берем за основу стратегию развития университета Сарланда. Уважаемый университет, люблю университет Сарланда, но, к сожалению или к счастью, университет Сарланда это не техническая университет в Мюнхене и не Гарвардский университет в Америке. Я к чему говорю? Вот когда выходит Виктор Андреевич Ющенко и говорит о том, что Украина должна идти путем Литвы, Латвии, Эстонии. Я очень люблю эти балтийские государства, особенно Литву и Эстонию, но безумно люблю балтийские государства. Только у меня простой вопрос, чисто логического характера. Если Украина, огромное государство, 45-50 миллионов человек, огромная территория, такой производственный потенциал, своя там география особенная, выход к Азовскому, к Черному ворю, и так далее, и так далее, и так далее. Почему мы для себя даже рассматриваем, скажем так, потенциальный путь государств, которые намного меньше, чем мы, просто так исторически сложилось к концу XX века? Почему мы ориентируемся на них? Это чисто логический вопрос. Он не логический, он эмоциональный, потому что вы знаете ответ. Потому что такого рода объяснение означает лишь одно, что человек желает отделаться, у него нет ответа, и он начинает, я называю, есть вот бла-бла-кара, есть бла-бла-политика. Давайте как? Чушь собачья. А что касается практики, я вам приведу три примера. Кстати, каждый из которых мог бы быть серьезным кирпичом ускорения евроинтеграции. Первый. Украина провалилась в ходе разработки секторальных программ Евросоюза, где мы были наблюдателем. Ну, в частности, в таких направлениях, долгосрочная стратегия развития европейского авторынка, а точнее сказать, это старое название автопрома, потому что решались вопросы релокаций, стран, которые готовы были создавать условия и быть принимающей стороной новых вынесенных производств. В сухом остатке, знаете, в чем выразилось? Одной из самых крупных автомобилестроительных стран стала Словакия, а Украина, у которой было масса предпосылок, даже были свои производители, пусть даже со старым, оказалось неудел. То есть, мы выпали из этого развивающегося нового разделения туда в Евросоюзе. Второй пример. Помните тему еврокоридоров. Наверное, да. Есть рамка, утвержденная еще там на Корфу, там бог знает сколько, потом она неоднократно обновлялась, переставилась. Еврокоридоры это не совсем про дороги. Еврокоридоры это проектирование тех перспективных пространств, где разворачиваются разные кластеры со специализацией, сырьевые, индустриальные, промышленные. Для того, чтобы страна была готова участвовать в дискуссии, предлагать какие-то свои возможности, связанные с еврокоридорами, мало географии, мало линейки показать, что вот от седова до седова будет выгоднее, чем от седова до седова. Украина, по сути, проиграла и эту игру. Я знаю, что мы были на грани потери, например, возможностей в воздушном пространстве Евросоюза. Вы знаете, это огромный рынок. Услуг, связанные с маршрутизацией, от маршрутизации зависят вот те самые хабы, крупные аэропорты, которые там потом появляются, потому что они становятся звеном сложных маршрутов. Это лишь несколько примеров, можно дальше идти. Я уж не говорю о том, вы помните все эти разговоры о том, как могли бы мы стать газовым и энергетическим хабом. Я сейчас не про русский газ, я о нашей инфраструктуре и о возможности. С чем это связано? Это связано с тем, что, знаете, как мы постоянно предстаём перед европейскими партнёрами, как подросток тела здоровенное и даже развитое. Но развитым телом на случай называют те предпосылки, которые у нас есть. У нас есть большие объекты и из наследства и достроенные, у нас есть даже сложные бизнеса, а маленькая голова это бесконечная смена состава и менеджмента правящего класса, которые друг друга люстрируют. Приходит новая команда, послушайте, но у меня, не буду называть фамилии, один высокопоставлен сейчас чиновник спрашивал, назвал две крупных госкомпании и спрашивает, как вы думаете, что с ними делать? Я смотрю на этого человека, это чиновник высокого уровня, пришел к власти в 19-м году. Прийти во власть, не понимая, из чего она состоит и каковы ресурсы государства, это я прошу прощения, а ты куда шел? Что ты делаешь здесь? Если ты называешь крупные структуры, в Википедии информация о них. И оказывается, у тебя вопрос, что с ним делать, у них там много активов, вообще. Это просто говорит о том, что из-за этой бесконечной смены, я называю это новой украинской шляхтой, постоянной смены семей и родов, мы теряем антологическую память и понимание, как нас развивать как систему. Рецепта в этой турбулентности, я могу умничать, но его нет универсального, потому что этот рецепт связан, первое, со стабильностью, а второе, украинский мове, это классное вызначение, спадковесть, по-русски преемственность, которой у нас нет надпрач. А преемственность это не только про политику и риторику. Преемственность это знание развития систем, их возможностей, кто их представляет, и как бы постоянное подхватывание тех направлений корпоративных, если мы говорим о планах, и государственных программ, если мы говорим об утвержденных, чтобы они сохранялись. Вот отсутствие этой преемности, помните, когда депутат заявил с трибуны, в Украине за рокой независимости схвалили только сотен державных программ. Только сотен, из которых работает несколько, потому что каждый новый после иллюстрации состав шляхты нафиг шлет и за интересантов, и заказчиков, и государственную политику. Вот где корень зла. Поэтому Евросоюз примет быстро решение о членстве, если он увидит компетентную, адекватную и умеющую говорить языком стратегии национальной власть, которая готова по секторальным разговорам, с продуманными предложениями, не продажи объекта, а с продуманными предложениями, как сочетать интересы европейского капитала и икраинских возможностей, а не толкать в огонь зерном на границе, чтобы продать. Вот я о чем. Поэтому проблема не в том, что у них нет решения, проблема в том, что нет решения у нас. Мы терпим очередной раз очередную шляхту, потом опять придут, потом опять они справочники полистают. Беда. Знаете, мне очень нравится следующее высказывание. Что любая проблема, она имеет простое решение, но, как правило, неправильное. Поскольку мы понимаем, что любая проблема всегда сложное решение. Меня пугает то, что на уровне, скажем, экспертного сообщества, на уровне, скажем, отдельных политиков мы постоянно получаем вот какие-то простые рецепты. Вот просто простые рецепты сложных проблем. Меня всегда вот пугает простое. Я вам скажу честно. на жопоте с простых решений есть. Это мы уже упродили. Я не слышу за этим отношением. Я думаю, что грузинская мечта правящей партии Грузии, которую мы критикуем, мы испытываем, но я лично испытываю самые такие злые чувства в адрес грузинской мечты. Они украли Украина от лидера офиса простых решений Михаила Николаевича Саакашвили. И, к сожалению, я думаю, в отсутствии Михаила Николаевича офис простых решений функционировать не может. Вот. Поэтому я... 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 Я вот что хотел... То есть, смотрите, моя идея в чем? Меня пугают всегда вот простые... простые... Как бы простые-простые решения, некомплексные. Меня вообще, я вам скажу, вот я вот, знаете, как оцениваю там пять лет назад там десять лет назад, что происходило двадцать лет назад. Меня вот вот даже тогда чуть-чуть как-то пугало, когда люди, ну, серьезные эксперты либо там серьезные там политики, они рассуждали в духе, ну, то есть, о европейской интеграции в духе того, что завтра мы проснемся с там чистыми дорогами, убранными, я не знаю, там, детскими площадками и так далее. То есть, это... Ну, я понимаю, что это как бы это очень легкие образы, которые воспринимаются простыми, ну, людьми, да, потому что простому человеку легче представить, условно, там, тысячу долларов, нежели миллион долларов, да, вот поэтому ты как бы, ну, и говоришь такими категориями. Михаил, вы ушли опять в сторону, я вам подскажу, в нашем сложном разговоре, подводя черту, есть три пути, три пути, вот исходя из того, что мы находим много общего в разных государствах, которые говорят в этом европейских мечтах, четыре пути. Первый путь, перестать выпрашивать, вообще, вот, останется на том, что задекларирована идеальная цель, а затем заняться собой, или, как Александр Мороз говорил, выращивать Украину в СОБИ, Европу в СОБИ, то есть, грубо говоря, создать относительно стабильную приемную власть, независимо от того, как выборы будут влиять на состав, создать более сбалансированную и, ну, хотя бы не в минусе, экономическую систему, из которой понятно, что предлагается, что может быть вторичным, а что может быть постепенно, ну, уходящим, отмирающим элементом, да, чтобы, так сказать, не тянуть это дотацией или не сваливаться в ненужную защиту, и проведя эту домашнюю работу, от нас самих бы зависело, сколько пятилеток на то шло, может одна, может три, с позиции состоявшегося компетентного субъекта продолжить переговоры о нашей готовности войти в часть экономическую, социальную, гражданскую и гуманитарную, это солидно, кстати, в Европе такого партнера-то и ждут, меняемого, вариант второй, оценив перспективы и минусы, не обманывать себя и попытаться развиваться вот в таком независимом, как у нас, кстати, в Украине часто декларируется, независимом варианте страны, у которой нет единой какой-то универсальной интеграционной платформы, подошвы, а которая развивает вот эту вот сложную, ну, такими, отдельными сегментами интеграционных взаимодействий, там, где выгодно, вот, не входя полностью в пространство. Есть плюсы и минусы, но, во всяком случае, это было бы честно, это тоже бы дало результат. И вариант третий, это осознав, что у 115-го правительства и очередного, значит, главного менеджера страны опять ничего не получается, превратиться в подмандатную территорию, уйти под контроль внешних консультантов, менеджеров, распорядителей и контролеров, которые получат гласное или негласное право распоряжаться страной, ее структурой и прочим, для того, чтобы ее адаптировать, даже если это будет больно внутри. Да, это будет не так приятно, не будет ли все самолюбие, но зато в сухом остатке достигнут добутся тушкой чучелом, это будет включаться в систему, но просто по чужим планам. Кстати говоря, я именно так отношусь часто, помните меня правильно, у нас при разумном подходе своих хватает и умных голов, и менеджеров, и политиков, поэтому, когда в Украине появился вал, извините меня, политических карьеристов и проходинцев с громкими именами, без громких имен, я к этому отношусь, очень негативно, очень негативно, это хуже варягов, какое бы ни было громкое имя, в качестве морального авторитета и гостя, пожалуйста, но брать в систему управления человека-носителя чужих суверенных интересов, даже если его крайне можно прикладывать, я считаю, что это просто преступно, кто бы это ни делал, суверенитет обеспечивается суверенными кадрами, нет, нужно научиться выращивать, нет учителей, нужно искать способ, как эту школу организовать, это наши проблемы, не надо их перекладывать, потому что, как только переложил, ты уже под мандатной территорией, вот я о чем, поэтому этот выбор можно сделать в любую минуту, если ты понимаешь суть дела, я, как вы понимаете, сторонник первого подхода, и чем быстрее бы мы это сделали и научились, уверяю вас, и Евросоюз бы сам пришел, видя, что он имеет дело с компетентным, зрелым и адекватным государством и зрелым бизнесом, который четко понимает, где он может уступить, где он может слиться в экстазе с европейским капиталом, а где он будет выгрызать свой кусочек рынка, но по правилам, это серьезная история, а я сталкивался в своей жизни с другим, я сталкивался с совершенно каким-то пацанячим уличным отношением к собственно переговорному процессу, где мы часто проваливали позицию, потому что просто их не готовили, просто не работали с бизнесом, просто государство представляли чиновники для галочки, пропускались целые разделы соглашений, в которых европейских интересов больше, чем украинских, потом пахнули, я вам рассказываю это, потом взяли за голову, истерика такая же, как и подготовка, я, честно, походить по этому кругу больше не хочу, я не собираюсь заявлять так, как коллега, которому вы говорите, я не собираюсь никого консультировать, я просто умею это делать, я уже пережил, я давно вырос из штанишек консультантов, я больше никому не даю советы и не консультирую, я могу что-то утверждать, что-то публично предлагать, как направление, может быть, это будет подсказка, я умею работать, что я и делаю каждый день, для меня эфиры это форма интеллектуального, интеллектуальной разрядки, я делюсь тем, к чему я прихожу вне эфира. Знаете, Андрей Васильевич, повторюсь, я убежден на стороннике европейской интеграции, евроатлантической интеграции, и я думаю... Европейская сомнительная 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 Я убежден на стороннике интеграции Европейских Союз, НАТО, и тут... Евроатлантическая убивает европейскую в общем-то... Тут, 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 я вот что хотел заметить. Все-таки европейская интеграция, да и европейский проект, он имеет, безусловно, исторические причины, которые, как бы, предвосхищали соглашение Европейской обвинения у КЛИА и Стали и прочее. Но есть еще, скажем, очень важный момент, связан с, скажем, едиными подходами, которые все-таки так или иначе сформировались у европейских стран. Именно поэтому им было, скажем так, очень легко вот в определенных исторических условиях прийти к интеграционному проекту. Вот о чем я говорю. Я говорю, например, о рациональности мышления, о критическом мышлении. То, что Рене Декарт называл, то есть формулировал, как я мыслью, значит, я существую. Ведь в Европе действительно есть культ, культ критического мышления, культ дискуссии, и он действительно согласен. Есть культура политкорректности, которая пытается втоптать критическое мышление в земле, согласен, тем не менее. Вы зашли на мое поле, я могу продолжить. Я не согласен с главным посылом. Евросоюз это нерациональное решение. Вернее, в нем много, конечно, рацио, если мы начнем ковыряться в истории решений, но все-таки побудительный мотив, и тут я на стороне евроромантиков, проводивших дискуссии, мечтавших, про деширер и прочее. Почему? Потому что объединение Европы, а ведь там большое количество вчерашних великих империй с грехами, кровью на руках, замками, забитыми чужими сокровищами, с внутренними противоречиями, историями войн, которые вы тоже знаете хорошо, и вдруг вот такой порыв. Я в этом вижу не только рацио, рацио тут есть, но оно такое, я вижу в этом большой эмоциональный порыв, связанный с желанием прервать непрерывность, прервать этот порог Европы, связанный с революциями, войнами, ведущими к самоубийству, преодолеть комплекс, который сформировался Шпемлер, что мы закатываемся, уйти от заката к восходу. Поэтому эмоции, чувств и желания измениться здесь было где-то 50 на 50 с рациональными расчетами, как плавец. Смотрите, Андрей Васильевич, я вот недавно, буквально вчера смотрел одного украинского эксперта, произвел следующую фразу. Это антивоенный союз, и вот еще что. Я произнес следующую фразу, что примерно так. Вот Дугин, козел, там, я не знаю, выродок, и вообще я, естественно, не смотрел это интервью, которое он давал, которое у него взял, который у него взял, значит, Такер Карлс. Я прекрасно понимаю, что человек, по сути, он же не просто так это говорит, он должен как бы засвидетельствовать, что он даже не смотрел интервью, он не подходил к этому интервью. То есть это такое инфантильное поведение, когда ты должен, ну, там, условно, когда ты ребёнок вот как бы маме и папе сообщаешь о том, что в их отсутствие ты не лез в горшочек с вареньем, либо не подходил к там плите, не включал плиту. То есть почему? Потому что иначе тебя будут ругать. И вот это вот, честно сказать, меня взволновало. И вот почему. Ну вот есть интервью Дугина, но Дугин идеологический враг Украины. То есть мы боремся с государственным агрессором России и мы изучаем наших идеологических врагов, чтобы повышать качество интеллектуальной стратегической борьбы с государственным агрессором России. То есть в рамках этого, так же точно, как на Западе во время нахлодной войны изучались труды, которые печатались в СССР и наоборот, в рамках этого изучаются труды, понятно, которые сдаются государственным агрессором публицистически, такие, ну и прочее. Но почему же нужно как бы открещиваться и видеть в этом некую крамолу, да, вот что вот ни в коем случае даже не подходил к этому интервью? Как вообще Карсон мог вообще это сделать? Я не знаю, зачем вы такую тираду выдали. Понятный ответ. Большинство тех, кто реагирует на Дугина, они не имеют отношения к сути дискуссии. Дугин действительно философ. Он действительно философ, с хорошим квалифай, но, как всякий философ, он стоит на определенном основании. Носилогическом, методологическом и так далее. Плюс с какого-то момента, и это его проблема, Дугин, как философ, занял уже не философско-мировоззренческую позицию, а позицию политико-философскую. То есть, грубо говоря, он выступил уже не в роли мудрствующего, изучающего законы и подсказывающего нерадивому и глупому, а с позиции активного участника и сотворца чего-то, что он считает истинным. Такие повороты случаются со многими политиками. Некоторые даже вспоминают революционеров практиков XIX века, которые философствовали, потом на революции шли. Но тут не тот случай. Если говорить о том, что вещает Дугин сейчас, на мой взгляд, он возможно в угоду позиции, которую он политически занял, политически занял. Он делает заметное методологическое передергивание. Есть такое в другом языке подмена основания. Подмена основания. И она связана с тем, что он исторические артефакты, ментальные, цивилизационные, ими подменяет нынешнюю действительность. Потому, что нынешняя действительность не может быть описана языком, который предлагает Дугин. Она просто не описывается этим языком. А эта подмена производит, во-первых, эффект очень умный и глупаку. А у противников вызывает идея синкази, потому, что он говорит языком старых конфликтов, каких-то противоречий, гиперборей до атлантов и так далее. Но никто не виноват в таком передвижении, как у меня самого Дугина. Я сейчас не хочу угугаться, я наблюдаю за ним давно, когда-то первая книга, кто я внимательно просмотрел, был русской вещь, речь, русская вещь, двухтомник, а не эти все геополитические фантазии. Потому, что тут он не оригинален, это правда, как геополитик, на мой взгляд, довольно банален. Да, если евразистам Дугина тут, конечно, уступает предтечам. Но я согласен с вами в том, что в такой теоретической это философская химера, химера это неплохое слово, то есть то, что производит Дугин, это философская химера, потому, что там происходит методологическая подмена, старыми артефактами объясняет действительность, которая живет в другой мире. Это мир глобального капитала, все, что мы можем с вами наговорить другим языком. А значит, если вы подменяете процессы действительности историческими артефактами, вы перестаете говорить языком закономерности, а вы начинаете говорить языком идеологических конструкций и хотелок. Отсюда так много посылов, связанных с этой миссией, борьбой Запада и России, и неизбежности, морализация, там возникает добро, зло и прочее, что уже, ну, скажем так, выходит даже за рамки серьезного философского дискурса, скорее является сферой такой богословского спора, что ли, если хотите. Вот в чем дело. Поэтому слушать Дугина можно, но вы правы в том, что его нужно компетентно объяснять, потому что в среде, которая вообще не мыслит этими категориями, Дугин может вызвать или идиосинказию, со всем набором слов, которые вы сказали, или он может произвести магическое впечатление. Я знаю людей, которые увлекались идеями Дугина, потому что для некомпетентного человека подобного рода конструкции, схожие очень часто теориями заговора, кстати, вот они конструкционно очень схожи, вот они хорошо влагаются. Смотрите, нужно слушать как философа, который производит подмену основания, и если критиковать ее, то по сути дела, по основанию, а не создаться заявлением. Смотрите, вот Майнкампф, например, книжка, которая стала идеологической основой преступления Гитлера, она издается с научным переводом. Еще раз, это книжка, которая легла в основу преступной идеологии Гитлера, Гитлер, это преступник и прочее, прочее, прочее. Его идеология была осуждена Небральским трибуналом, но книжка Майнкампф, она издается с научным сопровождением. Почему? Потому что этот труд позволяет понять истоки Второй мировой войны, преступления национал-социалистов и прочее. Я просто... Смотрите, Михаил, давайте я вам предложу, раз уж мы зацепили эту часть, давайте я вам предложу, чем силен любой хороший университет, университет, чем методикой преподавания, азы, для того, чтобы работать со сложным текстом, особенно если речь идет о тексте философского уровня, речь или текст буквально читабельный, необходима база, без которой это все будет либо птичьим языком или набором стереотипов, которые вы слышали по радио. поэтому для того, чтобы переходить, например, от разбора очередного спича на нашем телемарафоне к анализу выступлений и книг Дугина, действительно нужна подготовка, надо поднять задницу, надо немножко ориентироваться в немецкой классике, знать предтечу евразийской мысли, знать также неплохо, ну, хотя бы, работы Рацера, Челлена и Микмахиндера, ну, хотя бы, потому что, возможно, Холскофера, благодаря чему вы сможете читать между строк и то, что заложено в, ну, не во все, но в часть текста Дугина, и тогда можно говорить другим языком, и видя в нем, ну, некую свою оригинальность, видя в нем идеологичность, и видя в нем, ну, скажем, философские противоречия, заложенные его, ну, специфическим методом анализа. Вот я о чем. Впрочем, так же, как, когда мы говорим об экономике, то есть, есть историй идей, а есть история предмета. Говорить на уровне явлений, ну, мне кажется, можно взаимодействовать. Я, смотрите, да, я с вами согласен, просто... Гумилев — это продолжение евразийской мысли, Дугин — это банализация евразийской мысли. Согласен с вами, я просто, в данном случае, про другое, я просто считаю, что, вот, когда, то есть, основой, вообще, основой геополитики Украины является, ну, серьезная научная школа, то, о чем мы с вами говорили, да, в понимании того, кто окружает Украину, то есть, мы должны знать и Европейский Союз, и европейские страны от А до Я, Польшу, Венгрию, там, другие страны, Соединенные Штаты Америки, да, почему, извините, в государстве агрессоре России был институт Соединенных Штатов Америки Канады, институт Европы, РАН, ну, и много других отраслевых институтов, потому что, понятно, это были идеологические конторы, но, тем не менее, было очевидно, что велась некая исследовательская работа для понимания, скажем так, вот, с кем идет борьба, почему, либо взаимодействие, почему у нас, вот, скажем, вместо того, чтобы серьезно изучать труды, которые сдаются в государстве агрессоре, для понимания, как поднять борьбу с государством агрессор на новый технологический интеллектуальный уровень, у нас вместо этого, ну, для интеллектуала обязательной формой зачета, да, общественной является сказать, что чур-мини-чур увидел этот труд Дугина, плюнул на него, просто вытоптал ногами и вообще Дугин мудак, ну, вот это же вот так мы это видим, читаем и так далее. Это же не, ну, это же не серьезно, а этому рукоплещут, я об этом говорю, понимаете? Ну, опять же, вот смотрите, давайте расставим акценты. Мы говорим о человеке, который действительно имеет хорошую философскую базу, его идеи имеют историю, и их нужно знать, методологически он производит подмены оснований, и он сейчас выступает как политический доктринер, а не как философ, хотя пользуется языком, да еще и с историческими артефактами. Но если кого-то, например, интересует развитие в сфере современной философии евразийской мысли, я бы рекомендовал, например, обратить внимание на очень интересную работу Малявина. Есть известный китайец, он нам известен по целой ряду переводовой работы, работает он, по-моему, и на Тайване, преподает, ураис работы по китайской цивилизации. У него есть очень оригинальная работа о трактовке особенностей онтогенеза евразийского пространства, особенностей государственности и так далее. Это, правда, интересная работа, и она существенно отличается, кстати, в плане его размышлений и изложения материала от доктринерских последних работ Дугина. Это если серьезно говорить, потому что действительно мы имеем дело с развитием того, что называют евразийской мыслью философии. Она существует, она рождена, вы знаете, в какое время, манифестом, сборником первой философии евразийцев русского происхождения. У нее уже сейчас есть несколько направлений, есть уже целые школы, одна из них это школа этногенеза Гумилева, которая, кстати, очень популярен во многих республиках бывшего Советского Союза, потому что он один из немногих, кто уделил большое внимание истории кочевой государственности, чем практически никто не занимался. У нас была апологетика территориального государства Запада, и вдруг открывается целое или история древних государств, связанных с этой культурой городов и мелиорацией Востока, и вдруг она открывает как отдельный феномен. Поэтому к этой истории мысли нужно присматриваться и различать историю мысли, исследований, даже философских концептов, философо-исторических концептов в этой связи, и доктринирование, чем сейчас занимается Дугин. Илья Васильевич, спасибо вам большое за наше интервью. У нас хоть и аудитория, я имею в виду на этом канале, у вас есть разная аудитория, но на этом она более-менее камерная. Ну и темы, которые мы поднимаем, они камерные, они касаются, скажем так, тех пластов, которые не поднимаются. Это хорошо, что вы ставите правильный вопрос, что нам для того, чтобы позволить себе давать негативную оценку, или там нейтральную, или позитивную, нужно знать предмет. Одно в случае мы имеем дело со сложным идеологическим процессом, в котором включено идеализировано философское знание, есть своя история, нужно зерна от плевел, нужно понимать, что мы имеем дело в плане развития этой мысли. Я назвал несколько имен, которых надо как минимум изучать, чтобы потом давать оценку доктринюру. Спасибо вам большое, Андрей Васильевич, и до новых встреч. Всего доброго.